Все остальные свои сообщения, которые я хотел написать. Все, 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 больше не отвлекаемся. Итак, сегодня ответный матч Кубка России прошел против команды Ростов. Ростов в последних матчах... Нет, еще не все, извините. Жарковат стал в последнее время. Ростов в последнее время совсем не блещет. Тем более у них и проблемы весьма серьезные кадровые. Они лишились Романа Еременко, который по весне был главной их атакующей силой. И ряда других футболистов, которые сегодня не выходили. Это Паршевлюк, Мевля, Шумуродов в запасе сидел. И, в общем-то, тот Ростов, который был по осени, команда супер малопропускающая. Команда здорово умеющая пользоваться слабостями соперника. Примерно как нынешний Арсенал Тульский. Она по весне немножко пропала, исчезла. И не мудрено, что мы столько раз уже встречались с Ростовом в этом сезоне. Это была четвертая игра. И во всех четырех матчах Локомотив забивал не меньше двух мячей. Это довольно много. Ростов, напомню, действительно долгое время шел вообще лидером по количеству пропущенных мячей. У них там что-то около 6-7-10 было. В то время как у нас в этот момент уже было 17-20. За этот матч, наверное, было не очень боязно. Единственная проблема в том, что первый матч закончился со счетом 2-2. И ехать в Ростов, имея необходимость забивать, это все-таки всегда представляет опасность. В любом случае команда может закрыться, наиграть на свои 0-0 и поехать дальше. А Локомотив все-таки не та команда пока еще, надеюсь, что пока еще не та команда, которая на раз вскрывает ошелонированные оборонительные редуты и способна на заказ забивать мяч, а то и 2. То есть, каждый гол Ростова вынуждает нас забивать больше, больше, больше. В матче с Рубином Семин опробовал тактику с тремя центральными защитниками. Одним ярко выраженным центральным полузащитником. И дальше был что-то вроде квадрата. В матче с, соответственно, Рубином это был Смолов, Миранчук, еще один Миранчук и Жамаледдинов. В этот раз Жамаледдинов отправился на левый край, а, соответственно, квадратом были два Миранчука, Смолов и Эдер. Так вот, неожиданно, очень неожиданно, на матч, в котором Локомотиву нужно было забивать, Семин выпускает двух нападающих, ярко выраженных, и Смолов и Эдер. Это все-таки в первую очередь нападающие, а затем уже кто-то там еще, да, если... Спасибо еще раз за фоллоу, все, кто фоловец. Если мы говорим про матч с Рубином, там был Смолов и Миранчук Алексей, который играл даже выше периодически, чем Смолов. Но все-таки Леша это полузащитник, и все свои яркие матчи, все свои яркие действия он в основном делает именно с позиции атакующего полузащитника. Эдер и Смолов это уже именно что гренадеры внутри штрафной площади, Эдер потолкаться, Смолов сыграть на опережение и пробить, и вот все такое. Такого мы, пожалуй, еще не видели в этом сезоне. И это довольно круто, что в матче, в котором нам надо было забивать, Семин не побоялся выпустить именно такой состав. Между тем, мне очень нравится идея игры в три центральных защитника. Я об этом говорил уже неоднократно по ходу этого сезона. У нас были в начале сезона неудачные матчи в 3 ЦЗ, и тот самый памятный с Зенитом, когда мы пропустили пять мячей и проиграли 5-3. Но, тем не менее, я действительно считаю, что имея Кверквелию, Чурлуку и Хеведаса, мы игрой в три центральных защитника очень сильно облегчаем себе самим задачу и по обороне, и по атаке. Потому что таким образом мы освобождаем того же Влада Игнатьева, того же Маца и Рыбуси, или сегодня Рифата Жималединова, от значительной части оборонительной работы. И они могут гораздо активнее подключаться вперед, что создает дополнительную ширину атаки. Плюс, соответственно, мы получаем дополнительных игроков в центр поля, в атаку. И то, что на Ростов Палыч, даже, судя по всему, имея достаточно большой кадровый дефицит, не стал менять эту схему, мне очень понравилось. Когда я увидел состав, я не понял, что это будет, но потом вывесили расстановку, в которой Жималединов играл левого латераля. И, в общем-то, пазл сошелся, хотя левый латераль Жималединов, это, наверное, самая неожиданная из позиций, на которой я мог его представить. Хотя, ну, по сути, Жималединов ярко выраженный правшай, поэтому как-то левым защитником его не очень видится. Но получается, да, что он может с левого фланга смещаться в центр, бить с правой ноги. И какой у него удар мы сегодня замечательно увидели, это было очень круто. Давайте немножко по непосредственно персоналиям пройдемся, потому что было, было о чем вспомнить, о чем поговорить. Есть, точнее, о чем вспомнить, о чем поговорить. Гильерми сегодня замечательно играл на выходах и, по сути, да, у него не было моментов для того, чтобы спасать игру. Не так часто ему били, кроме того момента на десятой секунде. Но, тем не менее, свои выходы он делал очень круто, а Ростов это команда, которая активно пользуется навесами, забросами. И такое частое включение Гильерми в игру и на выходах очень сильно облегчало задачу нашим защитникам. Влад Игнатьев мне сегодня не понравился, насколько он был хорош в игре с Рубином, настолько он был аморфен сегодня. Я даже думал, что его в итоге заменят, но вмешалась травма Хевидаса. Надеюсь, что с Бенедиктом все будет в порядке, но очередная травма Хевидаса не может не напрягать. Каждый раз его приходится заменять по причине травмы. Это уже, по-моему, третья такая вот вынужденная замена Хевидаса по ходу одной только весны. Ему меняли с Краснодаром, но там ему по башке досталось. Там все-таки немножко другой момент. И вот два раза, два последних матча меняли Хевидаса по причине вот каких-то вот недомоганий. Не мог он весь матч до конца сыграть. Это очень неприятный момент. Сегодня он просто сел на землю. Если, по-моему, с Рубином он все-таки дохромал самостоятельно и ушел с поля самостоятельно, то сегодня его просто уже не мог продолжать матч еще где-то за 10 минут до конца. Это плохой признак. И все-таки, несмотря на то, что мне очень нравится, как играет Бенедикт Хевидас, вот эта вот стеклянность, которую его окрестили еще до прихода к нам, она начинает проявлять себя. И это неприятный и тревожный момент. Все-таки терять замену каждый раз на замене защитника – это не самая приятная вещь. Чурлука с Кирквелли сегодня сыграли хороший, весьма добротный матч. Кирквелли в очередной раз много блокировал ударов, хорошо играл на втором этаже. Чурлука был выдвинутым центральным защитником при игре в три центральных защитника и с одним центральным полузащитником Криховиком. У нас постоянно один из защитников выдвигается вперед на помощь, на подстраховку, на то, чтобы играть на опережение и в том числе на то, чтобы развивать атаки. Это либо Чурлука, либо Хеведес. Если в матче с Рубином чаще все-таки я отмечал для себя Хеведеса, как он подключается вперед, как выходит, то сегодня лучше был, наверное, Чурлука. Плюс стоит отметить, что Чурлука в матче с Рубином начал ту самую четвертую атаку на гол к Врацхели, что тоже очень приятно. Конечно, были косячные матчи у Чурлуки по началу весны, но вот в схеме с тремя центральными защитниками, я не знаю, Ведрен чувствует себя просто как рыба в воде, и он как в обороне прекрасен, несколько шикарнейших отборов сделал, так и в атаке начинает их, пресекает атаки соперника, разворачивает тем самым атаку в сторону других ворот. И это просто образцовая игра, такой Ведрен, наверное, нам нужен. И не так страшно, что он еще год покушает у нас 4 миллиона зарплатного фонда. Также стоит отметить Крыховика, который второй матч подряд выдает на очень хорошем уровне. Есть определенная боязнь. Гжегаш не все матчи проводил хорошо и по осени, и по весне. И одним центральным полузащитником Крыховика мне казалось, что это как-то боязно его выставлять, что ладно, Рубин, там не очень хорошо все в центре полузащиты, но уж Ростов-то должен его серьезно покусать и поймать на том, что он где-то что-то не успеет. Но нет, на мой взгляд, Крыховик сегодня и в матче с Рубином, это один из лучших футболистов, везде абсолютно успевал, и в атаке, и в обороне, и подстраховка на флангах частенько. Можно было видеть, как он рефата страхует. И в целом, ну просто ни одной серьезной претензии, кроме, наверное, момента где-то в концовке, уже при счете 2-0, когда он принял мяч у своей штрафной и зачем-то пошел вперед в лучших традициях Мануэла Фернандеша и просто потерял мяч. Но, что его, наверное, отличает от Ману, тут же вцепился в игрока, которому отдал мяч, и сфалил, не дал атаку провести. Так что в итоге все равно ничего опасного не произошло. Крыховик большущий младчинка. Появились новости о том, что его выкупили за 12,5 миллионов и дали контракт на 2 года. Это, наверное, хорошие для нас новости. Крыховик, вот такой вот крыховик, как сегодня, как в прошлые выходные, нам очень сильно нужен и, соответственно, должен нам серьезно помочь в Еврокубках, которые мы себе уже обеспечили. Думал я, что, возможно, будет преграда его большая личка. Это 6 миллионов евро, которые он получал в ПСЖ, но, судя по всему, договорились. А недолгий контракт – это, соответственно, отголосок того самого долгого контракта Чурлуки, по которому он 4 года получал порядка 4 миллионов евро. Теперь, я думаю, что локомотив немножко экономит и длительные дорогие контракты заключать не стремится. Ну а если крыховику понравится в Москве, если мы будем бороться за высокие места, через 2 года переподписать 29-летнего крыховика, наверное, не составит большой трудности. Едем дальше. Не сказал я про Рефата Жамалединова, который на левом фланге в очень неудобной для себя позиции, именно в плане обороны. Отбирать, когда ты правша, отбирать мячи довольно сложно, потому что постоянно тебе его под дальнюю ногу, под неудобную для тебя суют. Тебе нужно левой ногой отбирать. И это всегда неудобно, неприятно. Очень часто с этим возникают какие-то проблемы. Но Рефат в целом справился, конечно, не без косяков в оборонительной части. Проходили его периодически. И гол, который на первой секунде пришел, тоже отчасти из-за непонимания Рефата, как нужно позиционно играть. Но дальше разбегался, дальше начал очень качественно играть в пас. Ну и, собственно, решающий победный гол, который вывел нас в финал Кубка. Это какая-то неимоверная красотища от Рефата. Подработал под правую ногу. И прекраснейшим ударом по парашютной траектории, когда мяч падает сверху вниз от перекладины. Таким голом можно любоваться-любоваться. Я немножко бомбил в последнее время о том, что мы не забиваем дальними ударами. То есть удары из-за пределов штрафной площади это для нас, ну, не знаю, однопроцентная вероятность того, что мяч залетит в итоге в ворота. То есть со штрафных, да, но мы еще по стоячему мячу кое-как умеем бить. И Антон, и Алексей Миранчук забивали. Но вот просто дальние удары, ну, вообще не летят. И Ману перестал забивать, и два наших Миранчука перестали забивать именно дальними ударами. В общем, было грустно, но Рефат взял и в нужный момент показал то, что все в порядке у него с ударом. И, ну, надо почаще бить. Рефат просто неимоверный прогресс за эту весну, за это межсезонье. Каким он к нам приходил из рубина, потухшим, такой большая бочка, которую пытались наиграть центральным нападающим, коим он никоим образом не является, практически без скорости. И тот Рефат, который мы видим сейчас, который носится как электричка, помогает впереди, помогает сзади, и такие вот удары исполняет. Это просто два разных человека, и Рефат большущая-большущая умничка. По Миранчукам сегодня особо нечего сказать. Антон отдал голевую передачу на Федора Смолова, но там в той ситуации Федор Федя сделал все самостоятельно. Миранчуку нужно было только не испортить. Антону Антон не испортил, хотя частенько порол по ходу этого матча и в более простых ситуациях. Но здесь все сделал грамотно, все сделал здорово, помог Феде забить 99-й гол. Алексей тоже не сказать, что провел какой-то хороший или плохой матч. Алексей делал то, что он обычно привык делать. Таскал мячи, принимал их между линиями, отдавал, пытался развивать атаки. Сегодня у него несколько возможностей было внутри штрафной площади, но не получалось сделать прострельную, нормальную передачу. К сожалению, в этом плане Алексей, ну, мне кажется, Алексей начало своей карьеры был более опасен. Помним мы замечательные голы, которые он забивал. Сейчас что-то как-то вот, не знаю, то ли боится, то ли еще что, но просто в нужных ситуациях он перестает бить поворотом, предпочитает отдать передачи, а передача это не всегда лучшее продолжение атаки. Далее, далее, собственно, дуэт форвардов, которые сегодня старались играть как дуэт. Кстати, это тоже нужно отметить. Если Смолов искал пространство, искал возможность куда-то, где-то открыться, рвануть, Эдерс искал мяч, и в этом он очень сильно преуспел в первом тайме. Я думаю, что один из лучших игроков первого тайма за все цеплялся, все скидывал, а в условиях, когда на поле идет настоящая рубка, это очень важно, очень полезно. Мы тем самым позволили в первом тайме не прижимать нас сильно к воротам. Это довольно хорошо, потому что я думаю, что Ростов хотел задавить нас в первом тайме, но мы могли выходить в атаку. Во втором тайме Эдер потерялся, немножко, видимо, Ростов перестроил свою игру, стали по-другому именно с Эдером играть, да и мы уже, как обычно, получив приемлемый для нас результат, немножко ушли в оборону, стали больше играть на контратаках. Это не совсем игра для Эдера. Зато во втором тайме окончательно раскрылся Федор Смолов. Если в первом тайме у него не совсем получалась игра в подыгрыш, он был активен, он включен был в игру на хорошем уровне, но при этом в достаточно простых ситуациях он не мог отдать правильную, точную передачу. Вот как, не знаю, Антон вложил ему в ногу, вот то же самое сам Смолов делать не мог. У него были очень-очень неплохие возможности. Там и Рефата, я помню, мог в штрафную забросить своим пасом. И когда он развернулся в центре поля, можно было разворачивать, вести атаку 3 в 3, и Смолов просто отдал передачу сопернику. Ну, в общем, такие помарочки были у Феди. Зато во втором тайме раскрылся на все 100, забил гол, который сам фактически для себя выиграл с очень хорошей гол. И второй мяч был нам очень важен, потому что при счете 1-1 проходит дальше Ростов. А гол на последних минутах всегда возможен, навал какой-то, все такое. конечно, второй гол фактически поставил точку в этой игре, потому что даже если бы Урал, ой, господи, как Урал, даже если бы Ростов каким-то чудом два мяча забил, это все равно означало бы только дополнительное время и не более того. Решетка Финал Кубка с Толисманом. Спасибо большое. Не надо донатить. Я видел этот вопрос. Дело не в деньгах, то, что я не смогу поехать на Финал Кубка. Я об этом тоже еще скажу. Но спасибо огромное за донат. Мы постараемся, вот я уже вижу, что Федор Маснев создал чатик. Мы постараемся сделать какой-то собственный просмотр финала. Если кто захочет, если кто живет в Москве, мы попробуем организовать все это дело для наших, для своих людей. Но об этом тоже чуть-чуть попозже. Ну, собственно, договорить про Смолова, который после забитого мяча явно получил уверенность в своих силах, поверил в себя, начал быть похожим на того Федора Смолова, которого мы ожидали из Краснодара. Того, который берет на себя игру, который бьет поворотом, который, не знаю, там просачивается между защитниками. Бегает, по крайней мере, по полю. Вот после гола я увидел именно этого Федора Смолова, который Локомотиву и сейчас нужен, и был очень нужен в течение всего сезона. Может быть, если такой Федор Смолов с нами останется и дальше, то на следующий год у нас не так ярко будет стоять проблема с форвардом, хотя форвард нам в любом случае нужен. Но, по крайней мере, сегодняшний Смолов это прям хороший Смолов и забил, и активно себя предлагал партнерам. Опять же, не могу не отметить то, что замечательно себя Федор Смолов проявляет тогда, когда есть ярко выраженные фланговые футболисты а-ля Рифат и одна из них стала все-таки Голевой. Сегодня просто Федя был большим молодцом и помог команде завоевать эту замечательную и такую важную путевку в финал Кубка России, потому что смотрите, получается то, что мы третий год подряд боремся за какой-либо российский трофей. Мы выигрывали Кубок в сезоне 16-17, мы выиграли чемпионство 17-18, и теперь мы в финале Кубка 18-19 и при этом мы еще и пока, по крайней мере, я надеюсь, что так и останемся, но по крайней мере будем говорить слово пока на втором месте, что дает нам серебряные медали. Локомотив очень-очень серьезно добавил солидности в этом сезоне и ну, по крайней мере, будем надеяться, что очередной очередной участие в Суперкубке от нас никуда не уйдет. Ну, не будем, не будем загадывать, через неделю все узнаем, через неделю Самара, к сожалению, я не смогу посетить этот матч на трибуне, но по крайней мере, все складывается так, если какое-то чудо не произойдет, все складывается именно так, что Самарский финал станет первым финалом Кубка России для меня, который я пропущу, если брать вот именно на мою историю боления. В 2007 году был в Лужниках, мы выиграли в дополнительное время, затем был в Астрахани, выиграли в дополнительное время, и был в Сочи, слава богу, не стали тянуть, выиграли в основное. Три финала, три победы, видел все это своими собственными глазами, но, видимо, Самара, не знаю я, что, что движет руководителями нашего футбола, которые назначают такие матчи на будний день в другом городе, просто, не знаю, думаю, что очень многие, многие, если на майских праздниках ты еще можешь как-то отпроситься куда-то уехать, то посреди недели, 22 мая, на несколько дней отпроситься, ну, практически невозможно, и именно с этим связано то, что я не смогу, если на один день я бы еще куда-то смог уехать, то два дня, а с Самары выходит именно на два дня поездочка, это уже практически нереально, ну, посмотрим, как бы, всегда есть один, однопроцентный шанс, что кто-то сжалится и скажет, давай, давай, Артем, надо ехать, но, думаю, что этого не случится, и посмотрим дома, а там уже, может быть, может быть, побольше выездов зацепим уже в осенней части, тем более, что уж, по крайней мере, юношеская наша молодежная команда себе участие в молодежной лиге чемпионов оформила, а за молодежкой своей я, наверное, уже по осени точно куда-нибудь выйду. Пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу непосредственно матча, сейчас я еще включу, посмотрим обзорчик игры, прокомментирую его отдельно, ну, собственно, для этого мне нужно, во-первых, стопануть запись, «Откануть запись» «Откануть запись» «Откануть запись» «Откануть запись»